Сегодня для всех присутствующих и сотрудников здравоохранения и особенно проживающих в этом районе день знаменательный. Сейчас первые дни лета, которое началось добрым праздником, вы знаете, международным днём защиты детей. У нас новое здание поликлиники. Я, прежде всего, в таких случаях обращаюсь к нашим строителям, Владимир, к тебе, прежде всего, к твоему коллективу. Хочу поблагодарить за тот энтузиазм, с которым создавалось это здание. Но, хочу вам сказать откровенно, я вот ехал на это мероприятие с таким чувством, не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, многовато всё-таки, но не для детей. Для детей это особый случай. Нам надо серьёзнейшим образом прорабизировать всё то, что мы построили в социальной сфере. Может быть, даже в поликлинику стоит лишний километр пройти или проехать, особенно в Минске, а сэкономленные деньги от строительства направить на повышение благосостояния самих медиков. Мы взяли такой курс на социальное государство, на построение социального государства. В этом, прежде всего, смысл этого. Лет пять назад тоже я отмечал то, что у нас Минск очень отстал от других регионов в плане модернизации системы здравоохранения. Должен сказать, что за эти пять лет очень много сделано в Минске. Мы обновили систему здравоохранения, новые построили, техникой обеспечили. Да и сейчас, в эту пору бешеных санкций, кричали все, здравоохранение трогать не будем, лекарства, всё там, техника, ни черта подобного. Им плевать на наших людей. Но министр в этом плане, ну как я слышу заявление средств массовой информации, справляется. В целом, мы справляемся, справимся, обойдемся и без них. Есть предприятия, где мы можем закупать нужную нам технику, запасные части. Как видите, проблем много, но тем не менее, мы ни одну задачу, её решение не приостановили. И свидетельством тому является это здание. Помните, пандемия, пандемия, локдауны, остановить жизнь и не дышать. Мы жизнь не остановили, мы дышали. Ну и где сегодня эта пандемия? Правда, сейчас придумали обезьянья какую-то болезнь. Закончится обезьянья, придумывают что-то новое. Вы имеете в виду, это огромная борьба за огромные деньги, за ресурсы. И не только, за умы людей. Помните, я вам говорил, к чему приведет пандемия, вы увидите. Дай Бог, чтобы не к горячей войне. Ну, пока у нас она не полыхает, слава Богу. И мы всё сделаем для того, чтобы это не было. А смотрите, что творится в мире. И не только войны, а посмотрите в экономике. Цены растут. Кто бы мог подумать, что такой богатый Запад поедет в Беларусь, которая находится под санкциями, чтобы купить соль или крупу. Ну, слава Богу, пусть едут, покупают. Нам не жалко, было бы, чтобы продавать. Это наши доходы, это наши деньги. Поэтому то, что мы, сжав зубы эти два года после выборов, терпели, то, что мы старались устроить свою жизнь так, как мы хотим её устроить, это оборачивается сегодня терпимой жизнью. Я не скажу, что всё прекрасно, всё хорошо. Но терпимо. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Главное, чтобы нам не перевернуть, не дестабилизировать страну. Это главное. А всё остальное, и поликлиники, и больницы, и стадионы, и прочее мы построим. Может быть, не праздничное я сказал об этом, но я думаю, это важнее, чем я буду говорить о том, что наши усилия увенчались успехом, что мы затратили здесь большие деньги. Все вы это прекрасно понимаете, что это просто так не даётся. Но я вам хочу пообещать, что мы будем делать всё для того, чтобы беречь наших детишек, прежде всего. Вы знаете, что мы по всем показателям, начиная, не дай Бог, от детской смертности и заканчивая лечением детей, мы находимся в первой пятёрке. Стран мира, небогатая страна. Вы знаете и о материнском капитале, вы знаете, какую поддержку мы оказываем детишкам, и мы ни одну программу не сократили. Единственное, о чём я вас попрошу, белорусам пора уже начать немножечко пошевеливаться и думать о себе, зарабатывать для себя. Возможности предостаточно. Особенно сейчас, в санкционный период, когда из России, ну отчасти у нас, мы это, конечно, особо не замечаем, некоторые западные компании уходят, кто-то уходит из бизнеса, предпринимательства. Надо это место занимать. И ещё, чтобы это было абсолютно для вас понятно, я человек государственный, вы это заметили, наверное, уже, и буду делать всё, чтобы прежде всего развивать государственное здравоохранение. Потому что я уже частного наелся. Куда ни кинь, везде клин, и каждый хочет заработать на здоровье людей. И особенно этим страдают частные структуры. Вы, наверное, заметили, что мы так пристально начали смотреть, очень жёстко контролируем. Не потому, что мне не нравятся частные предприятия, в том числе здравоохранение. Нет. А потому, что надо работать честно. И на здоровье людей зарабатывать никто не будет. Все знают, мы строим социальное государство. А это забота, прежде всего, о людях. Поэтому берегите своих детей. Я вас поздравляю с открытием этого прекрасного учреждения. Хотел бы, чтобы это учреждение приносило вам счастье. Чтобы вы обращались только планово сюда. И самое главное, чтобы ваши детишки не болели. Ну, заболеют, будем лечить. С праздником вас. Уважаемый Александр Георгиевич, разрешите поблагодарить вас за проводимую социальную политику, в результате которой у нас, у строителей, есть подрады, а в жителей партизанского района проявилось прекрасное новое, новофункциональное здание детской поликлиники с прекрасными возможностями наблюдения, поддержания здоровья и лечения молодого, юного, подрастающего поколения. И разрешите вручить вам символический ключ для торжественной передачи хозяевам этого заведения будущего. От всей души разрешите поблагодарить вас за прекрасный подарок от всех детей партизанского района, их родителей, нашего трудового коллектива и всей медицинской минской общественности. Огромное спасибо. Слово детям партизанского района. Мы долго ждали, день настал, сияя, извиняя. И за здоровьем в новый дом приходит вся семья. Не боимся мы уколов, любим наших докторов. Лечат нас они, спасают, все болезни прогоняют. И желают, будь здоров. Наш дом здоровья так красив. Скажу без лишних слов. Здесь поработала рука отличных мастеров. Сегодня празднику ребят Весь народ подарку рад. От нас, от наших пап и мам хотим сказать спасибо вам. А вот этот сертификат на тренажер реабилитационный. Ну дай бог, чтобы он помогал реабилитироваться. Я хочу, наверное, вам передать, да? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего настроения. У нас очень большой район обслуживания. Пять микрорайонов. Это Степянка, Слепянка, Дражня, Тракторный и Велозаводской поселок. Ну и помимо партизанского района еще обслуживаем детей прилегающих заводского и ленинского районов. Четыре педиатрических отделения функционируют в поликлинике. Одно из них курирует учреждение образования. Партизанский район еще славен тем, что здесь очень много учреждений образования. Вот на курацию у нас состоит 27 детских дошкольных учреждений, 13 средних школ и 5 средних специальных учреждений. То есть вы туда ходите, ездите, обслуживаете. Мы туда ходим, и методическая помощь, да. Период вакцинации гриппа, выездные бригады. То есть это ваша зона ответственности? Это наша зона, да. Понятно. Довольны и считаете, что это оптимальный вариант поликлиники? Оптимально, потому что ранее это все было по точкам. Понятно. Да. А чего не хватает? Вы знаете, прямо даже и сказать нечего, потому что в принципе... Что ничего не хватает у нее? Всем укомплектованы. Отделение новое. Это мама провела... Насмотр. Насмотр. Сейчас пора подготовки детей в сады, в школы. Тебя как зовут? Матвей. Матвей. Так ты, Матвей, скажи... О, молодец. Папа, твой где? В деревне. В деревне? А что он делает? Он на нос. Он не может на носке спать. А что, болеет? Ну так лечи. Вместе с сынишкой. На успех. Не болейте. Спасибо. Папе привет передашь? Передай. Скажи, Полезидент передавал привет. Хорошо? Не забудешь? Нет. Держи лапу. Ух ты! Молодец. Молодец. Вот наш доктор. Это доктор? Да, конечно. Чистит зубки. Молодец. Показываем, как правильно чистить. На тебе, чтобы вылечить зубы. Не показывай врачу. Будет ругаться. Это мама? Сколько ты работаешь? Полгода. Полгода. Полгода? Это мач интернат. Ну тебе нравится? Я не знаю. У тебя хватит. Спасибо. Ну что, ты не собираешься махнуть за рубеж? Мы тебя не пустим. Мы тебя не пустим. Все вот так. Он сам не захочет. Мы будем делать все, что он не захочет. Проходите. У нас в стране выполняются все виды слухолучающих операций, которые существуют в мире. Налажена у нас очень хорошая система диалогического скрининга. И все дети с самого раннего возраста, с рождения в роддоме проходят его на предмет наличия туговухости или рисков его возникновения. И когда ребенок появляется с луговухостью, мы его дальше перенаправляем вот как раз в РНПЦ от рентгарингологии, где работает коллега моя. И эти детки у нас оперируются. Дальше эти дети наблюдаются уже в поликлиниках вот таких, как, собственно говоря, и это. И для того, чтобы это стало возможным, в нашей поликлинике появился современный анализатор слуха. Он находится там в кабинете, который позволяет быстро, доступно, безболезненно... Здоровый? Да. Как тебе, Даня? Машенька, ты здорова? Да. Для детей шоколад. Коль ты здорова, тебе можно. Маме нельзя. Мам, может, поправлю. Ну, немножко я ей даже попробую, хорошо? Ну, молодцы. Спасибо. Пока. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok